Мы разобрали, посмотрели, проанализировали, еще раз убедились в том, что счет 1-5 это не по игре, но, к сожалению, он на табло и нам надо во втором матче все сделать для того, чтобы отыграть эти 1-5. В любом случае, пока у нас будут шансы, мы будем до последнего биться за результат для того, чтобы пройти следующий раз. Более всего бывает, и мы не опускаем руки, мы завтра будем сражаться за победу. В первой игре мы очень просто пропускали мячи из-за своих ошибок, и высокое индивидуальное мастерство футболистов Ариса позволило им сделать такую разницу в счете. Во второй игре мы попытаемся избежать этих ошибок, которые у нас были, сыграть надежнее в обороне, потому что очень хорошая группа атаки у команды Ариса. Мы к этому готовились, но не всегда у нас получалось их сдерживать. И попытаемся все-таки те моменты, которые у нас, я уверен, что будут, довести до взятия ворот, до ворот Арис, ворот Сэперм. Команда у нас собралась. Первая цель – это сформировать боеспособный коллектив. И вторая цель – это подняться в турнирной таблице как можно выше. Сейчас мы находимся на восьмом месте и попытаемся в чемпионате улучшить наши позиции и подняться как можно выше. Если Арис пройдет дальше, то мы всячески будем желать им удачи и успехов пройти как можно дальше попасть в групповой метап Евро-турнира. Но я надеюсь, что дальше пройдем мы. По-моему, все это возможно для вас. И мы пытаемся побеждать, чтобы побеждать. Мы готовы побеждать. И мы посмотрим. И, конечно, я знаю, что в последнее время было так много ошибок для этого года. Да, в прошлой игре у меня были ошибки, но мы проанализировали игру, и я надеюсь, что у меня больше этих ошибок не будет. Я знаю, что это футбол. В этом игре нет фанатистов. Я знаю, что атмосфера и эмоции нет. Для меня это 50-50. Я знаю, что это 50 на 50. Это наш людей.